Россияне назвали самых страшных персонажей кино и литературы. Да, список возглавил Ви, его назвали 11% россиян, второе место занял Кощей Бессмертный, 7% россиян. Ну а третью строчку поделили Баба Яга и Фредди Крюгер. Вот как Фредди Крюгер появился в этом списке, я не знаю, ну появился. Но эти персонажи россияне не только знают, но и переодеваются в них раз в год, 31 октября, на Хэллоу. А почему чужой праздник стал нам своим и что же так привлекает россиян в этом празднике? Об этом лучше всего знает человек, близко знакомый с американской культурой. У нас в гостях преподаватель английского языка Алена Воронина. Доброе утро. Алена, доброе утро. Ну скажите, пожалуйста, я понимаю, что в принципе всем хочется как-то принарядиться, окунуться в другой образ. Очередной повод переодеться. Да, очередной повод сменить гардероб. Ну а в чем все-таки суть этого праздника? Не в том же, чтобы там просто нарядиться, правильно? Вообще у Хэллоуина очень богатая история. Вообще давным-давно его праздновали еще кельты. Ну не совсем это был Хэллоуин, это был Саммайн или Самхейн, как его называют. Это был праздник сбора урожая. То есть люди собирали урожай и провожали осень, встречая зиму. Собственно, вот как-то так. Потом с приходом христианства суть праздника поменялась. Стали его праздновать в канун Дня Всех Святых. Ну и примерно в то же время он начал связываться с нечистью. Ален, а вот скажите, знаете ли вы, как носитель информации, в чем та самая магия этого праздника? Почему его полюбили во всем мире? Почему в Россию накрыли? Даже в России, да, праздную. Почему он стал всемирным? Я думаю, что, во-первых, глобализация, как ни крути. То есть праздник пришел из Северной Ирландии, Британии, Штаты и потом распространенность по всему миру. Праздник очень яркий, нарядный. Ну и да, еще один подвод. Мы нарядимся в автоксистого года. Вот мы видим сейчас у нас на экране там и розовые балерины есть, и нечисть, конечно же, присутствует. Алена, а вот скажите, пожалуйста, символом Хэллоуина является тыква. Почему тыква? Почему не кабачок, не перец, огурец, тыква? Баклажан еще сказать. Тоже сказать не могу, потому что, ну, как такой истории нет. Изначально это была репа. Изначально репа? Да. Все-таки наша русская репа? Да, репа, редька, то есть использовалось все, но потом пришла тыква, потому что просто она дешевле. Тыква дешевле репы? Ну, в то время, возможно, было проще выращивать или что-нибудь такое. Ну, опять же, у них, наверное, тыква растет больше. А вот скажите, ну, вот вырезают на тыква, какие еще вот прям традиции, которые, ну, вписаны в канал Хэллоуина? Ну, понятно, что переодеться, там из тыква вырезать вот это вот чучело. В прошлом очень популярно среди девушек было гадание, всякие разные гадания на Хэллоуина. Ну, это как у нас святки практически, да? Да, да. Сейчас, скорее, ну, праздник для детей, по большей части, по крайней мере, ну, вот в Штатах это... Это у них выходной день, нет? Нет. Нет, это неофициальный праздник, но всеми любимый. Представляешь, в школу дети пришли, да, так, в вампир, тут у него кровь потекает. Да, то есть детки ходят по домам, собирают сладости, то есть традиция трик-о-трит, угости или напугаю, или сладость или гадость. Сладость или гадость, это хорошо. Ну, это, наверное, самое основное сейчас. Ну, а вот, знаете, что, Алена, интересно, вот у нас, допустим, ладно переодеваются, из тыков там вырезают, устраивают вечеринки. А вообще дети вот у нас ходят на Хэллоуин? Я ни разу не видела, чтобы на этот праздник ходили дети и говорили сладость или гадость. Ну, я, нет, я не думаю, что здесь это прямо настолько популярен, но есть знакомые, кто отмечает, и как бы среди детей устраивают такую вот интересную вещь. Ну, это можно победить просто, вот, все говорят, осенняя хандра, осенняя хандра, да, заканчивается октябрь, и ты думаешь, как бы себя развеселить, а дай-ка я нарисую что-нибудь на лице. Ну, а вот все-таки вот мы, Алена, начали говорить об альтернативе этому празднику, святке, что еще может быть в России альтернативой? Масленица. Масленица, да. Масленица, опять же, 7 июля, да, день Ивана Купала, ночь творила, так, наверное, 7 июля, да? Не знаю, Степан, ты сейчас всех в другом положении поставил. Ближе всего, я думаю, это все-таки святки и масленица по традициям, обычаям, то есть очень много похожего гадания. Да-да-да, очень действительно похожего. Ну что ж, друзья, вот так вот мы начали наши разговоры о Хэллоуине, сегодня у нас две позиции, Марина против этого праздника, ну, как бы мы так на пальцах кинули, она против, я за, каждый отставит свою точку зрения. А у нас есть, кстати, день кикиморы, нет? Можно же или день лешего? Я не буду шутить по поводу день кикиморы. Ладно, спасибо вам большое.